Ну что, ребята, начинаю свой новый влог. Сегодня у нас воскресенье, 18 октября. Вот именно в этот день в Вологде, конкретно в городе, выпал первый снег. По области уже пару дней назад в некоторых районах выпал снег. Вот в самой Вологде только сегодня. На мне демисезонная куртка, моя осенне-зимняя шапка, зимние сапоги и еще свитерок поддел. Все, наступает, запахло зимой. Но этот снег, конечно, еще растает и не один раз еще будет выпадать, таять. Вот еще даже вот на деревьях, видите, сзади меня листва не вся опала. Мы сейчас с Маргаритой пойдем за водичкой сходим, а потом по делам. По магазинам далеко идти не охота, довольно холодно, как-то непривычно резко так снег выпал. Ну вот, первый снег, надо вам снять, показать. Сейчас Рита выйдет, пойдем за водичкой. А вот и Маргарита, тоже в зимнем наряде, давай мне мои эти штучки, пойдем за водичкой. Ух, какая красотища, даже так интересно смотрится. Листва еще не опала, снег идет. Бело-желто-черная картинка получается. Все машины стали одинаковыми, теперь уже не видно, нет, ну видно, конечно, марки. Но так в глаза не бросается, где, значит, дорогая машина, где дешевая машина. Все одинаковые, все подснежники. Вот, ой, здесь еще лучше, красивее смотрится. Ну ладно, водичку мы с Маргаритой домой принесли, поставили, идем по нашим делам. На улице слякать. Интересно, сейчас вот уже машины переобулись под зимнюю резину. Снега-то на дороге нет, но есть лужи, грязь, слякать. Надо все это будет, дело мне узнавать, как это все делается. А вот так теперь сегодня выглядит наша сиреневая аллея. Тоже довольно красиво. Ну а вот так немножко неказисто как-то выглядит наша любимая улица Витошкина. Мы сейчас идем в магазин за хостоварами. Пойдем, наверное, вместе, там надо много сегодня купить. Ну ладно, все мы закупили опять на неделю, может даже на две недели. Хост товаров. Все, наверное, хватит на сегодня, для первого раза. Такое снежное начало моего нового влога. Давайте, ребята, пока, до следующих дней. Пока-пока. Итак, ребята, продолжаю я свой влог. Сегодня у нас понедельник, 19 октября. Ну что, ребята, от вчерашнего снега, который выпал вчера довольно так сильно, обильно, все было в снегу. Не осталось и следа. Ночью пошел дождь. Вот тут недавно он только закончился, и весь снег сошел. У нас так это постоянно. До того момента, когда выпадет полностью снег, уже зимний, таких вот выпаданий снега, может, еще с десяток будет. Вот. Который будет выпадать и таять. Что, сегодня понедельник. Так, ровно через неделю, в следующий понедельник, я надеюсь, состоится первое занятие по вождению. Ну, по крайней мере, мы встретимся с моим инструктором по вождению, Виктором Владимировичем. Вот. Ну уж, тот, кто... Я сам жду этого. И тот, кто ждет моих влогов, которых будет тема вождения, придется вам еще недельку, одну недельку подождать. На этой неделе не будет такой темы. Я сейчас еду с своей матери. Надо просто сходить в магазин. Мы вчера с ней созвонились, она так долго думала, надо мне сегодня приезжать или не надо. Потом посмотрела, говорит, нет, все-таки приедь, так-то у нее есть все, но вот хлеб кончился. Говорит, пару кусочков на завтра осталось, на завтрак. Вот, сейчас я поеду, схожу в магазин. За водой сказала, не надо. А, в аптеку еще надо, в аптеку, в простую аптеку там лекарства купить. Походим там, погуляем, может, даже придется сходить в аптеку, не знаю, в поликлинике, наверное, придется идти, в ту хорошую аптечку, недорогую. Вот, ну, сейчас, значит, на автобусе к маме. Оделся я опять не по-зимнему, по-осенне-весеннему. Вот такие дела, пошли на автобус. Ну, ладно, сходили с мамой в магазин, и сказала, на месте пойдет со мной. Ну, и слава богу, ей тоже шевелиться надо. Купили кучу продуктов на неделю. А сейчас я, ребята, ветрозащиту свою поправлю, ветерок. Сейчас я пойду, значит, купили продуктов, еле донес я в двух сумках. Да мама еще одну сумку несла. Вот, а уже рук не хватило купить, что она хочет, арбуз и дыню. Вот, сейчас я пойду, продукты отнесли, я мусор вынес, и пойду сейчас арбузик и дыню куплю. Вот, и что еще? Завтра или послезавтра надо будет сюда опять приехать. Сейчас начинается у нас, ну, наверное, у всех, кто живет вот так вот, кто имеет дачу или имел дачу, у всех такая эпопея осенняя с засолкой капусты. Вот, у матери своей дачи нет, но она все равно капусту засаливает. Засаливает своим способом. Я ей говорю, мам, не надо тебе этим заниматься в этом году. Мы все равно, среди, не всю съедаем капусту. Нам много привозят. Тоже будем солить. И принесем тебе нашей капусты квашеной. Сказала, нет, я солю сама всегда. И вот завтра или послезавтра надо будет приехать к ней опять мне. И пойдем мы с ней на рынок. Она знает место, где в это время продают хорошую капусту именно для засолки. Вот, ну, а сейчас пока пойдем за арбузом и за дынькой. Во как. Ну, ладно, ребята, все, ее матери сегодня переделал. Мы с ней как договорились? Договорились мы с ней, что завтра я к ней не поеду. Завтра у меня домашние дела есть. Надо опять супчик сварить. Маргарите некогда было в эти выходные. Вот. А послезавтра я опять с вами поеду к моей маме. Будем покупать, значит, морковочку и капусту. Будет она делать себе запасы на зиму соленой, ну, или как там, квашеной капусты. Вот. Ну, а на сегодня, наверное, все, ребята. Давайте. Пока. До следующих дней. Пока. Итак, ребята, продолжаю я свой влог. Сегодня у нас уже среда. Сегодня 21 число. Вчера во вторник я ничего не записывал. Я вчера никуда не ходил. Я вчера никуда не ходил. Я вчера варил дома суп. Так как Рита в субботу ходила на работу и попросила меня, чтобы на этой неделе я суп сварил. Так обычно в выходные она варит. Вот, вчера я варил супчик, а сегодня мы, я иду к маме опять, сегодня будем разбираться, значит, с капустой. Это такая вот традиция. У нас, кстати, тоже это будет. Ну, обычно нам в начале ноября, обычно на ноябрьские праздники, вот эти вот там, 7 ноября раньше было, сейчас 4 ноября, вот эти выходные. Нам из Бушуихи, родственники наши, у них есть машина, привозят капусту и мы ее тоже засаливаем. А сегодня, значит, с матерью мы пойдем на рынок, как она сказала, купим морковки, купим капусты. Все это я ей принесу домой, достану. У матери есть кухонный комбайн, с помощью которого она все размельчает. И она будет солить капусту, сказала, будет солить сама. Это традиция, и она ее нарушать не хочет. Погода у нас поздняя осень, холодно. Я оделся по-зимнему. Хоть многие ходят, даже вот некоторые без головных уборов. Не, ребята, я по этому поводу не комплексую. Я всегда одеваюсь так, как мне надо. Пусть даже вот я, может, единственный сейчас буду в автобусе, кто будет в зимней шапке. Но мне на это глубоко плевать. Мне главное, чтобы не было тепло и комфортно. Вот, вроде все рассказал. Сегодня у нас 21 число, послезавтра у нас будет собрание в автошколе. нашей группы. А в понедельник у меня будет, наверное, первое занятие по вождению. Ну что, пошли на автобус? Пойдем. Блин, я даже не ожидал, что так у нас быстро получится. Вот здесь прямо с материным домом на автобусной остановке, остановка… Не помню, как она называется. Варечек, овощи, фрукты. Там такая хорошая капуста. В общем, мы взяли три кочана. Плотные такие, большие, огромные. Ну, 18 килограмм. Еле дотащился до дома. Ну, дотащил, конечно. И недорогие, 12 рублей килограмм всего. Вот. И морковки здесь закупили. Сейчас еще хотим сходить за этим. За стиральным порошком, мать, хочешь еще сходить. Он стоит, меня ждет в установке. Ну, вроде все сделал сегодня у мамы. Что надо было, достал ей там тухонный комбайн еще. Бак этот большой достал с балкона, который она будет залить. Блин, ветер поднялся. Пару тазиков там. Ну, она сказала, начнет эту всю процедуру не сегодня, и даже, наверное, не завтра. Наверное, через пару дней, когда отдышусь. И приступлю. Если сказала, справлюсь сама, то позовет меня уже потом тут мусор вынести. Знаете, когда делаешь, когда засариваешь капусту, очень много потом мусора. Не все листья ведь капусты идут в работу, в обработку. Так что... Ну, в общем, она мне позвонит, когда надо будет мне приехать. А на сегодня все я там у нее сделал. Пойду домой. Еще в магазинчик надо зайти. Давайте, ребята, пока. До следующих дней. Пока, пока. Итак, ребята, продолжаю свой влог. Сегодня у нас уже четверг, 22 октября. завтра в пятницу в 18.00 у нас будет собрание нашей группы в автошколе. Вот. Ну, а сегодня у меня такой день, когда мне наконец-то не надо к маме. Она сказала, сегодня можешь не приезжать. У меня сегодня домашние дела. Мне сегодня надо сварить... К ужину сварить, значит, гречневые каши. Вот, Маргарита любит гречневую кашу. Я говорю, может, надоело уже? Давай макарошек сварю или риса отварю. Нет, говорит, гречку хочу. Ну, ладно, сварю гречку. И еще я хочу сходить вот сейчас через улицу Виточкина перейду. Это мясная лавка или как-то она по-другому называется. А мясной дворик. Вот как называется этот магазинчик. Мы его не так давно для себя открыли. Там продают очень вкусные котлеты. Вкусные. И мало того, что они вкусные, они еще... Представляете, ребята, в этих котлетах есть мясо. Там реально есть мясо. Недаром этот магазинчик называется мясной дворик. Вот, пойду сейчас куплю рамштексов. Очень вкусные получаются там. Из свинины они. А потом еще пойду в пятерочку. Там надо сигарет купить, молочка, кефирчик. Ну, это все как обычно. Пойдемте. Улицу Виточкина сделали, кстати. Все хорошо. Сейчас вам даже, может, ее покажу. Здесь вот такую лесенку сделали. Даже можно с коляской здесь проезжать. Тротуарчики сделали. Асфальт положили. Свежий, старый сняли. Сейчас, правда, снимаю немножко против солнца. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас развернусь в другую сторону. Вот. Если что, даже вот... Ладно, про это я пока не буду говорить. Пешеходного перехода здесь нет, к этому магазину. Но мы аккуратненько, пропустив все машины, перейдем улицу Виточкина. Пойдем. Ой, какой сегодня солнечный хороший день. Так, что я купил в этой, значит, мясном дворнике? Ну, рамштексы, которые нам нравятся. Которые мы ели вот недавно. И для... А еще взял блинчики. Здесь блинчики с мясом такие вкусные, ребята. Съедаешь два блинчика на ужин. И все, ты сыт до самого утра. И вкусные. Их так разогреть, сметанкой полить. И со сметаной, с чайком вообще красота. И еще я купил, помимо, значит, рамштексов, еще и купил... Вернее... В общем, что-то еще купил. Забыл лучше что. А, вспомнил, что я еще купил. В общем, я купил наших любимых рамштексов, которые мы уже ели. Блинчики с мясом. И еще люля-кебаб упаковочку. Они тоже вот... Я чувствую, что они должны быть очень вкусные. Вот. Так что, ребята. Ну, можете считать это рекламой. Мне за нее не платят. Вот. Серия... Не знаю, сеть у них или нет. Вот. Мясной дворик. У них реально вот эти вот все полуфабрикаты. Они с мясом. Ну, помимо этого, у них еще и так чисто мясо продается. Ну, а теперь я, наверное, не буду это все заносить домой. Хоть я тут совсем рядом живу. У меня две сумки. В одной эти покупки. Я сейчас зайду в пятерочку. Положу эту сумку в камеру хранения. А с другой сумкой пойду в пятерочку за остальными продуктами. Пошли. Облом, ребята, у меня получился. Такого у меня еще ни разу не было. Блин, сейчас был в этой мясной лавке, в мясном дворике. Магазинчик маленький. Одна продавщица. У них прекрасно работает оплата по безналу. Картой рассчитался. А здесь пятерочку. Я сразу не заметил объявление продуктов набрал. В корзину к кассе подхожу. А там такое объявление. Извините, пожалуйста. Приносим свои извинения за неудобства. Сегодня безналичная оплата временно не работает. Смотрите, мне пришлось с этой корзиной опять ходить по всему магазину. Раскладывать обратно эти продукты, где я их брал. И сейчас я иду в аллею. Я надеюсь, там работает безнал. Потому что налички у меня нет. Вот минус. Есть такой. Не иметь налички вообще. Пойдемте в аллею. Ну ладно. Хоть я и не люблю ходить именно в аллею в магазин, но сегодня пришлось. Все я купил. Завтра у меня собрание в автошколе. Пока больше никаких значимых событий на этой неделе не предвидится. А на следующей неделе, прямо с понедельника, у меня наверно, наверняка, я так думаю, начнутся занятия по вождению. Давайте, ребята. До завтра. Давайте. Пока до завтра. Итак, ребята. Продолжаю я свой влог. Сегодня днем я ничего не записывал. Сейчас время чуть больше, чем пол шестого. Я иду в автошколу на собрание. На улице уже вовсю темно. Сейчас вот здесь встал возле фонаря. Может меня немножко видно. Вот. У нас погода, конечно, все уже. Поздняя осень. Но сейчас разговор не о погоде. Я не знаю, что там будет на собрании. Пойдемте вместе. Ну ладно, ребята. Собрание закончилось. Не знаю, как меня сейчас видно будет. Ладно, если что-то подкорректирую освещение при обработке этого влога. Ну что, я, в принципе, почти ничего нового не узнал. Все эти организационные вопросы по экзаменам, по экзаменам в автошколе, по экзаменам в ГАИ. Вот единственное, что я не знал, а теперь знаю, это, вот, неделю назад я сдал предварительный экзамен. В автошколе, а через пару недель будет у нас основной экзамен. Так вот, ребята, если основной экзамен в автошколе по теории не сдается, то пересдача в автошколе уже платная, 700 рублей. Вот, как они говорят, таким образом мы стимулируем наших учеников, чтобы они учили, учили билеты, учили теорию. Вот этого я не знал. Ну что, наверное, все на сегодня, сегодня пятница, завтра суббота, завтра с Ритой пойдем по делам. Тут у нас проблемка одна получилась, но об этом я расскажу уже завтра, давайте, пока, ребята, до завтра. Итак, ребята, сегодня уже у нас суббота, сегодня 24 октября, это будет заключительная часть моего влога. Сейчас мы с Ритой пойдем, хотим себе меду купить. Вот, помните, тогда мы покупали мед и в деревню Генриха Григорьевича, тестью моему и себе мы тогда купили. Хороший мед, вот, в том магазинчике на улице Герцена. Вот, и, значит, мы съели этот мед, хотим еще купить. А раз пойдем туда, в ту сторону, пойдем еще в магазин Макси, давненько не были, там хороший магазин, такой большой у нас. Купим там себе все, что нам надо купить. А вечером, ребята, наверное, мы с Маргаритой, может, я один, поедем к маме. Я вчера заикнулся немножко, чтобы проблема у мамы возникла. Помните, телевизор я ее ремонтировал, не так давно, где-то меньше года, наверное, прошло. Опять он сломался, опять там перегорели диоды, так очевидно. И мать решила, ну его в баню, давай новый покупать телевизор. Вчера вечером, уже после собрания, я к ней съездил, спину ей натер, там спина у нее болела. И через интернет мы с ней выбрали, какой телевизор ей надо. Хороший выбрали телевизор со Smart TV, с интернетом. Вот, а то ноутбук мы ей тогда дали, он такой слабенький, старый. Вот, и заказали через интернет в магазине DNS. И сегодня, после 18.00, этот телевизор ей доставят на Адам. И в это время я, не знаю, один я, или, может, Маргарита со мной поедет. Я должен быть там, чтобы помочь матери расплатиться там картой за этот телевизор. 15 тысяч, ведь выбрал вот такой телевизор. 15 тысяч телевизор и 260 рублей доставка. Вот, ну и настроить, значит, интернет. Сам, правда, не знаю, как. Подключить кабельное ее. Не кабельное, у нее тарелка МТСовская. Вот, это будет вечером, это я уже не буду снимать. Это будет уже поздно. Ну, а сейчас мы с Ритой пойдем в магазин из Амеда. Ну, вот и Маргарита. По-моему, в этом влоге ее еще ни разу не было. Не помню точно. Вроде я с понедельника начинал. Не помню. Ну, ладно, мы идем в Макс. Ну, вот, не так уж и далеко. Большой магазин Макс. Пойдем сейчас с него. Так, в Максе закупились. Мы вообще в Максе ходим, когда хотим купить чего-нибудь, какой-нибудь деликатес себе к обеду или к ужину. Сегодня купили, например, куриное филе. Выглядит до того аппетитно. Попробуем. Ну, а сейчас мы пойдем на мини-рынок здесь. Там магазин еще красное и белое. Там мы покупали... Я покупал там мед. Вот, пойдем за медом. Ветер, ветер. Облом, ребята. Мини-рынок почему-то здесь закрыт. И никаких объявлений нет, ничего. Красное и белое магазин вроде работает. А мини-рынок, где наш мед продают, закрыт. Ну что, пойдем домой? Все, наверное, ребята. Влог закончен. Следующий влог будет, наверное, гораздо интереснее. Я надеюсь на это. Там будет раскрываться тема моих уроков по вождению. Вот, давайте до следующего влога, до следующего воскресенья. Пока, ребята. Пока.